Сказка о том, как Тоби так и не нашел, чем заняться. Далеко-далеко отсюда, впрочем, гораздо ближе, чем это может показаться, среди густых лесов и просторных полей, на берегу тихой реки, вдали от шумных дорог есть маленький добрый город. По утрам, когда в городе заливаются песни и соловьи, а воздух свеж и спокоен, зеркальный карп осторожно выглядывает из реки, щурится на поднимающееся солнце и недовольно ныряет обратно в прохладную глубину, гулко шлепая широким хвостом, отчего по зеркальной воде широко расходятся круги. Соловьи удивленно замолкают, но уже через мгновение успокаиваются и вновь берутся за свою нескончаемую песню. Днем в городе тепло пахнет полынью и мятой, и где-то за домом, на березовой улице, бобер старательно пилит свое березовое полено. Вечером же, когда солнце садится за горизонт, туда, где сворачивается в кольцо кедровый переулок, ежик заваривает чай со свежей мятой и улыбается, слушая, как на лугу стрекочет беспокойный сверчок. Одним словом, это очень добрый город. Он настолько добрый, что многие его так и называют — Доброград. И каждый, кто хоть раз бывал в этом городе, любит повторять «хорошо тут у вас, как в Доброграде». На улице Цветочной в просторном деревянном доме живет медведь. В уютном доме на улице Лиственной живет белка Летяга со своими бельчатами. А на улице Рябиновой в маленьком доме из белого кирпича с красной крышей ушастый рыжий пес Тоби. Тоби переехал в Доброград совсем недавно и пока еще совсем никого не знал. Никого, кроме енота. Тот помог ему расставить вещи по дому, накормил пирогами и пообещал заглянуть как-нибудь в гости. Но почему-то с тех пор так и не заглядывал. Занят, наверное, думал Тоби. И вот этим утром он сидел на крыльце своего дома и, приподняв рыже ухо, слушал, как поют в деревьях соловьи. Тоби вспоминал енота и размышлял о том, чем бы тут заняться ему. В утренней прохладе было так спокойно и тихо, что Тоби с непривычки хмурил брови и озадачно водил влажным розовым носом. В большом городе, откуда он переехал совсем недавно, все было иначе. Мимо шумно носились большие черные машины. Торопливо шли серьезные люди. Лукавые вороны таскали из помойки селедочные головы. И даже соседские собаки были сосредоточенными и хмурыми. В общем, жизнь там кипела. А тут ни машин, ни людей, ни даже помоек с воронами тут не было. И заняться Тоби было ровным счетом нечем. «Наверное, надо спросить кого-нибудь, чем тут можно заняться», — подумал Тоби. Встал и пошел вниз по Рябиновой улице, туда, где из-за деревьев виднелась деревянная крыша дома медведя. Он уже было почти дошел до конца улицы и собирался повернуть, как увидел во дворе одного из домов Зайца. Тоби завилял хвостом. «Привет, Заяц», — сказал Тоби. «А ты давно тут живешь?» Заяц встал на задние лапки, кивнул и с любопытством посмотрел на Тоби. «Скажи, Заяц, а чем тут можно заняться?» «Ну», — задумался Заяц и потер лапой нос. «Так сразу и не скажешь. Надо подумать. Только сначала мне надо прополоть вон ту морковную грядку и как следует полить капусту. Но если ты мне поможешь, вместе мы управимся быстрее и потом обязательно придумаем тебе какое-нибудь дело». Тоби подумал и согласился. Уж очень ему хотелось получить ответ на свой вопрос. Все утро они тщательно пропалывали морковные грядки Зайца и относили сорняки к самому лесу. Там жил лось, и Зайц утверждал, что он очень любит свежие сорняки по утрам. Затем по очереди таскали в лейках теплую воду из большой деревянной бочки и поливали капусту. А потом пошли на речку, чтобы вновь наполнить бочку свежей водой. На речке они случайно разговаривали с зеркальным карпом. Тот выглянул из воды и по большому секрету рассказал им о том, что у бобра большие проблемы. В лесу упал засохший старый дуб, и бобер решил построить из него плотину. Но дуб был таким тяжелым, что перетащить его к берегу у бобра в одиночку никак не получалось. То Би с Зайцем отправились помогать бобру. А когда закончили с засохшим дубом, который вправду был ужасно тяжелым, они отправились втроем в лес строить забор вокруг огромного муравейника. «Если не построить забор, — ворчал бобер, — медведь опять наступит на муравейник». Я рассказывал, что в прошлом году медведь полез за малиной и по неосторожности свернул лапой аж половину муравейника. Муравьям потом долго пришлось ремонтировать свой дом. Когда же с забором было покончено, Зайц с бобром позвали Тоби пить чай. И весь вечер друзья сидели на веранде, говорили о зеркальном карпе, о медведе, о муравьях, о цветах, которые распустились на Рябиновой улице, и о жирафе, который решил построить самый высокий в Доброграде дом. Грызли морковь, пили чай со свежей мятой и слушали, как на лугу стрекочет беспокойный сверчок. Когда же стемнело окончательно, и огромная луна коснулась крыши дома медведя в самом конце Рябиновой улицы тихим желтым светом, Тоби отправился домой. Добравшись до своей кровати, он вытянул уставшие лапы, закрыл глаза и... Вдруг вспомнил, что он совсем забыл спросить зайца, чем же ему заняться в Доброграде. Ну, ничего, подумал Тоби, ничего. Завтра спрошу. Только сначала, сначала надо непременно помочь жирафу построить дом, он же один не справится. На этом Тоби улыбнулся и заснул. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова